ВАДИМ ПАСТИЛЬНЫЙ! Привет, ребята! Всем добрый вечер! Привет всем! Я Вадим Пастильный. Так, я человек так себе... люблю пакости, гнилые поступки не люблю, но пакости мне нравятся. Мне нравится одному в кино ходить по двум причинам. Во-первых, если ты один, там 270 рублей, если с девушкой, там, тысяч восемь выходит, по-моему. Но мне вот почему больше всего нравится одному ходить. Знаете, вот этот момент, когда выбираешь место, где будешь сидеть? Моё любимое, если одно место кем-то куплено, я всегда прямо рядом покупаю. Потому что человек явно один хотел посидеть. Думаю, один ты дома у меня, пидарас, посидишь. Вы не представляете, как здорово, когда заходишь в сам зал зрительный, он на тебя смотрит, и такой, блин, но вряд ли же. Да, и вы смеетесь, кстати, потому что это не вы были со мной. Тот тип не угорал, я вам хочу сказать, ему вообще не смешно было. Это нормальная черта, переживать за что-то, пока тебя это не касается. Возьмите пандемию, коронавирус в Китае. Помните, первое время как только все началось, мы такие, блин, бедные китайцы, братья, ну выздоравливайте, дай бог здоровья. Потом до нас дошел, вот такие, ах, вы вонючки. Это не расизм, ни в коем случае не подумайте, потому что в России расизма нет. Я вас поздравляю, в России нет расизма, потому что расизм подразумевает, что не любишь какую-то одну конкретную расу. В России все не любят всех. У нас людизм. Знаете, когда ты стоишь, и тип просто идет, и думаешь, да куда идешь говно вообще? Тебя там прям ждут, прям ждут тебя, да? Потом он упал, ты такой по делу. С утра, знаете, когда в метро заходите полный, думаешь, куда вы все, блядь, едете? Вообще, возьмите, возьмите своих соседей, они же тоже не любят нас никогда. Знаете, когда у вас в квартире что-то хорошее происходит, там музыка громкая или секс, стучат сразу же люди. Вы там что, удовольствие получаете? С кой стати? Но обратите внимание, что если кто-то ругаться начинает, никто никогда не стучит. Если у меня соседи ругаться начинают, всегда, опа, а что там? Я как-то с комнаты на кухню шел, в коридоре на 7 минут залип. Вообще, Москва столица пассивной агрессии. Я стоял на выставке один раз, у нее прилетает справа фраза, а я как тут, по-твоему, пройти должна? И непонятно, что делать в ответ, потому что в ответ на пассивную агрессию нельзя пассивной агрессии, нужно затянете в это болото, а я как тут пройти должна, а я как тут стоять должен, вам дурку вызовут, поедите куда-то. Поэтому душнить надо, надо душнить, когда у тебя спрашивают, а я как тут пройти должна, надо вот что делать, надо... А с детства, да, тянется вообще. Но это из-за матери, связь нарушенная. Но мне нравится ментальность наша, мы россияне, мы ментально сильные, потому что там на западе что-то запрещают, они ноют сразу, что-то твиттер, там что-то плачут, нам когда что-то запрещают, мы такие, ааа... А это можно было, да, больше. Красное-белое ставьте и все, мне ничего не надо больше. Да, поэтому надо ходить к психологу, особенно если ты в Москве живешь, тут надо. Если ты живешь в маленьком городе, ты придешь к психологу, он скажет, ты чего петух приперся вообще, матери твоей наберу сейчас. Недавно ходил к психологу, говорю маме, я говорю, я пришел к психологу, она такая, а зачем ты к нему ходил? Она как будто знает, что там говном ее поливают. Мне кажется, они скоро на опережение будут работать, психологи идти мимо детского сада, мимо забора такие, тебя не любят. Увидимся. Да. Да, но мне не нравится, честно говоря, вот эта война с психологом. Я еще пошел, потому что из-за лени своей, мне психолог говорит, ну вообще лени не существует, есть недостаток мотивации. Я говорю, спасибо, до свидания, тогда пойду. Да, говорят, чтобы была мотивация, нужно вдохновляться успехами других людей. Но я когда смотрю на успехи других людей, я такой, ну пидарас. Сам настоящий. Так, ну чем завершить? Наверное, что-то про женщин. Парни, поаплодируйте, кто когда-либо встречался с женщиной. Советую, кто не хлопал, девчонки круто, повстречаетесь с женщиной. Я сейчас встречаюсь с женщиной, у меня девушка, феминистка, ну вот какая, рассказываю. Мы когда ходили на первые свидания, нам приносили счет, и она такая, ну я там другая феминистка. Новое течение у нас. Все то же самое, только я не плачу ничего. Я такой, блин, прикольно, можно вступить? Я тоже феминистка тогда, чтобы официант нам принес счет. Я говорю, а что нам его принес угнетатель? Я вообще за феминизм, но меня недавно женщина упрекнула, она говорит, да все деньги у мужиков сконцентрированные. Думаю, ну каких? У меня нету. Каких-то мужиков, может и сконцентрированное. Вы думаете, у нас общий чат в WhatsApp? Ну меня не добавили туда вообще, если что. Но мне вот что не нравится. Мне не нравятся шутки про феминизм с позиции силы. Знаете, когда комик выходит, говорит, есть феминистки в зале, там две девчонки похлопают, у меня говна напихал и ушел. Это не круто. Я считаю, круто шутить про что-то мощное, что-то сильное. Чтоб комик выходил такой, а есть заль дагестанца? Чувствуете, напряжение повисло в зале? Вы даже смеяться боитесь. Такие, ты че, сука, нас тоже убьют из-за тебя. Но скорее всего, вот как будет. Ты выходишь, говоришь, есть заль дагестанца, а не хоба такой, а вас тоже феминистки задолбали? Да, братья? Все, пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Двойной холостяк В субботу в 11 вечера на ТНТ Субтитры сделал DimaTorzok